Здравствуйте! Это программа «Золотые лекции». Меня зовут Валерия Берест. Я старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Российского университета Дружбы Народов, член Британской ассоциации историков искусства. Тема сегодняшней лекции — икона и русское искусство XIX и XX веков. «Тайна-тайна непостижимая, глубь глубин невосполнимая, высота невосходимая». Этими словами Максимилиана Волошина я бы хотела начать сегодняшний разговор об иконе и о ее вовлеченности в русское искусство XIX и XX века. Прежде чем говорить об иконе, необходимо вспомнить ее историю. Она невероятным образом вплетена в нашу культуру. Но открытие иконы происходит тогда, когда в 1904 году Василий Гурьянов по рекомендации Ильи Остроухова с помощью наместника Троица Сергиевой Лавры раскрывает работу Андрея Рублева, известную Троицу, которая долгое время находилась в Лавре и не привлекала должного внимания. Когда была снята золотая рестница с картины Рублева, выяснилось, что здесь есть несколько слоев олифы. Под каждым из них есть изображение. Гурьянов снял часть изображений, так называемое поновление иконы, и обнаружил яркие, сочные, насыщенные цвета, которые положил на нее Андрей Рублев. Это открытие русской иконы привело восторг весь бомонд художественной жизни России начала XX века. Открытию иконы в 1904 году предшествовал целый ряд событий, в том числе новые коллекции, которые возникают с середины XIX века, в частности, например, формирование коллекции иконы Рябушинского, чуть позже Остроухова, целый ряд новых выставочных проектов, новых икон, которые были привезены из различных старых храмов. На самом деле в 1913 году происходит еще одна выставка, выставка, которая была посвящена 300-летию со дня основания дома Романовых. В рамках этой выставки было представлено большое количество икон. Это были иконы, начиная с XIII века и заканчивая XVIII и даже началом XIX века. В чем особенность этой выставки? Почему она произвела такой фурор в начале XX века? Все дело в том, что долгий период времени предполагалось, что расцвет иконы – это XVI век. Но эта выставка, в рамках которой были предложены работы, очищенные работы XIII, XIV, XV веков, работы, ранее неизвестные и не представленные широкому зрителю, показали, что на самом деле расцвет иконы XIV и XV век. Но в чем особенность? Это ведь не только рассказ об эволюции иконы и об ее истории. Оказывается, икона XIII, XIV и XV века обладала невероятно яркими красками, нежными линиями и простотой композиции. Такой подход, живописный подход, совершенно перевернул представление о русской иконе. Надо отдать должное, конечно, и работам Гурьянова с Троицей Андрея Рублева. Но как бы то ни было, именно большое количество икон, собранных в одном месте в 1913 году, повлияли на художников, поэтов и дали возможность пересмотреть историю русского искусства совершенно. Начнем немного об истории иконы. Напомню, что XII-XIII век – это икона, которая создается, следуя традициям византийской культуры. Это определенный цвет икон, это определенные формы изображений, определенные силуэты, определенные узнаваемые черты лица. Икона, русская икона, приобретает новое звучание чуть позже. Она как бы находит свою идентичность, появляются иные черты лица, другие силуэты, другие цвета. Вот эти яркие цвета, нежные цвета, совершенно невероятные, те цвета, которые позволяют показать иконописцу то самое инобытие, некую метафизическую жизнь, в отличие от реальной, в которой мы с вами находимся. Вот именно эти цвета и повлияли на наших авангардистов. Но об этом мы поговорим чуть позже. Так вот, возвращаясь к истории иконы. XIII, XIV, XV век. Русская идентичность. Наконец-то икона находит ту самую русскую идентичность, к которой она так долго стремилась. Но, к сожалению, в XVI веке, потом уже и в XVII веке, этот процесс идет на спад. Новых образов в рамках вот этой живописной традиции, иконописной традиции, уже не появляется. К сожалению, XVIII век становится для иконы очень сложным, провокативным. В этот период времени развивается академия, живописная академия. Академизм живописи – это особые каноны, это правила, это разговор о совершенно другой живописной традиции. И надо отдать должное, живописная школа XVIII века очень многое заимствовала из-за культуры западноевропейской. Мы видим это в цвете, мы видим это в форме, мы видим это в линии, мы видим это в сюжете. Но что происходит с иконой? Икона делится на два направления. Ну, можно сказать даже, что школа иконописи русской разделяется на два направления. Одно из них – это направление, свойственное старообрядцам. Они продолжают традиции иконы XIII, XIV, XV веков. Сохраняют этот метод, развивают образность, но, к сожалению, вынуждены делать это в условиях тайны. Они не могут представить эти работы, поскольку есть определенные ограничения. Второе направление иконы – икона, скажем так, более уже устоявшаяся, каноничная, к сожалению, не продолжающая традицию XIII и XIV веков. Икона, которая продолжает существовать в узнаваемой манере, в узнаваемой технике. Но эта икона уходит из академического мира и переходит в пространство повседневности. Мы встречаем эту икону в домах крестьян. Практически в каждом доме всегда есть икона. Но как она выглядит? Если мы будем вспоминать и просматривать тексты наших поэтов, увидим, что всегда это разговор о темных образах, о черных досках. Почему так? К сожалению, со временем иконы темнеют. Этому свойству подвержен верхний слой лака – олифы. Иконы потемневшие, а темнеют они примерно через 80-100 лет после создания, снова скрываются. На них наносится новый слой живописный. И чаще всего те, кто наносит живописный слой, не следуют традициям тем, которым следовал автор. Такой пример называется поновление. Поновление иконы довольно широко устранено. Одна икона может быть поновлена несколько раз в своей жизни. И, к сожалению, уже в более поздний период времени, в XIX веке, те иконы, которые представлены были в храмах, к сожалению, были поновлены уже неоднократно и уже обладали совершенно темным цветом, немножко потрескавшейся олифой. Если мы говорим о XIX веке, то все-таки это искусство, которое уже проживает совершенно иной подъем. Мы говорили, что в XVIII веке есть академия, и она довольно активно влияет на живописный язык. Мы видим, как это влияние наконец-таки сходит на нет. И в XIX веке появляется и формируется уже школа русской живописи. Довольно активно она развивается, особенно во второй половине XIX века. И немалую роль в этом сыграла русская икона. Причем та икона, о которой мы говорили, икона с темными ликами. Конечно, XIX век – это век портрета, это век евангелических сюжетов. Мы видим лучший пример, это работа Александра Иванова «Явление Христа народу». Одно из самых известных полотен. Но как икона повлияла на это полотно? Напомню, что Александр Иванов не имел возможности увидеть те яркие краски, которые использовал Андрей Рублев или Феофан Грек или Дионисий в своих иконах. Но он определенно точно ощущал ту метафизическую сущность, то нечто высшее, то и на бытие, которое в иконе сокрыто. В русле новых веяний, в частности, в русле работ, которые были опубликованы в Европе, например, работ Ренана или, пожалуйста, работ Штрауса, «Жизнь Иисуса», и Иванов, и Крамской, и Ге, лучшие представители живописи, портретной живописи XIX века, начинают говорить об особом новом образе Христа. Они начинают толковать его не как представителя высшего мира, горнего мира, но через его человеческое «Я», через его человеческую природу. И вот уже в работах Крамского, в работах Ге мы видим этот психологизм, особое отношение к человеческому горю, к человеческому проживанию событий земных. Если еще у Иванова мы видим некое разделение в картине на горний мир и на мир повседневный, и мы видим, как Христос удаляется от зрителя, мы видим эту дистанцию, мы ощущаем, что он еще относится к некому горнему высшему миру, то уже у Крамского мы видим человека с поникшими плечами, мы понимаем и проживаем вместе с ним всю историю его жизненного пути. Когда мы говорим о работах Ге, мы видим этот же психологизм, но он уже больше направлен на те события, которые происходят в окружающем его мире, тот социум, который его окружают, и те социальные перипетии, в которых он находится. Мы видим, как изменяется этот реалистический портрет. Казалось бы, мы видим с одной стороны отсылку к евангелическому сюжету, но в то же время интерпретация этого сюжета идет совершенно другим образом. Мы видим его через призму человеческого зрения. Конечно, XIX век насыщен различными совершенно произведениями, и мы можем выявить, увидеть то, каким образом икона явлена в работах тех же самых портретистов или тех же самых передвижников. Но прочтение этого иконического образа будет совершенно иным. И особенно, наверное, следует обратить внимание, что поскольку отношение к иконе еще в этот момент, до проектов Василия Гурьянова, до выставки 1913 года, совершенно иное, тем более интересно посмотреть, как внутренне переживают Крамской, Гея, позднее уже Врубель, Нестеров, вот эту вот психологическую составляющую. Но пройдем дальше. В начале XX века происходит раскрытие красок иконы. Это специфическое событие повлияло невероятным образом. Прежде всего, я напомню, что начало XX века — это разговор об авангарде. Это особое отношение к жизни. Это новый город, новые технологии, поиск нового языка искусства. Новый язык искусства — что это значит? О чем мы говорим? И вот мы видим с вами целый ряд авангардистских движений, так называемых «измов», наполненных совершенно разными идеями. Это поиск новой формы, это поиск нового цвета, это разговор о взаимоотношении линии и точки на плоскости, это рассказ о тех событиях, социальных событиях, которые происходят в начале XX века. Это разговор о тех революциях, революциях социальных, революциях культурных, революциях технологических. Художники начинают интересоваться научными открытиями. Они активно в них вписаны. Сама история с раскрытием троицы Андрея Рублева — это большое знаковое событие. И мы видим, как это проявляется в работах, например, Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Они собирают икону древнерусскую довольно давно. Помимо этого, они интересуются примитивным искусством. Но как это проявляется в их творчестве? Если говорить о цвете, то Михаил Ларионов и Наталья Гончарова известны яркими полотнами, насыщенными цветами. И вот мы уже видим, как традиция русской иконописи проявляется в их работах. Мы видим эту связь. Мы видим, как они отреагировали на раскрытие работ Андрея Рублева. Но это не единственная подтема. Надо отметить, что и разговор о самой перспективе, которую задают иконописцы в иконе, и этот разговор продолжают авангардисты. Напомню, что икона обладает обратной перспективой. И она вас таким образом как бы поглощает, она вводит вас в свое пространство. Если в классической европейской живописи, с прямой перспективой, вы выступаете в роли зрителя и видите или как бы наблюдаете за тем или иным сюжетом издалека, то икона поглощает вас, она обволакивает вас. Вы находитесь как бы внутри этого метафизического, трансцендентного мира. И вот мы уже видим, как такого же эффекта пытаются достичь авангардисты. С одной стороны, они играют с нами, предлагают нам некую новую форму, которая находится на плоскости и как будто бы удалена от нас. Но обращение к идеям, которые были заданы иконой, к этой обратной перспективе, дают нам возможность иначе посмотреть на эти полотна. На самом деле, Ларионов и Гончарова только начинают этот разговор. Его активно подхватывают Казимир Малевич, Василий Кандинский, Павел Филонов, Кузьма Петруфоткин. Та самая обратная перспектива, о которой мы говорили, обладает очень специфическим видом. Дело в том, что в иконе, которую мы с вами видим, есть как бы несколько точек вхождения в ее сюжет, в это пространство, живописное пространство. Мы как бы создаем общее впечатление о предмете, предмете, который выглядит как плоскостная структура, благодаря этому множественному входу в пространство картины. Но что мы видим в работах Филонова и в работах Кандинского? Мы также обнаруживаем множественность этих точек входа. Мы можем смотреть на эту картину, исходя из совершенно разных позиций. Допустим, если мы говорим о европейской живописи, то она раскрывается в полной мере, если вы займете положение живописца, ее создавшего. Вы видите ту точку, ту позицию, с которой он создает свое произведение, и сможете в полной мере насладиться или увидеть все скрытые мотивы той картины. Если мы говорим об иконе, здесь включаются совершенно иные механизмы восприятия. Мы видим, как похожие механизмы восприятия включаются в авангардной живописи. Здесь более нет необходимости искать ту самую точку, важную точку, с которой художник создавал свою работу. У вас есть множественность выбора, вы можете встать в любой позиции. Это специфическое отношение еще дополняется и определенным синтетическим характером иконического изображения. Мы понимаем, что икона — это средоточие совершенно разных смыслов. С одной стороны, это живописная поверхность, обладающая определенными категориями цвета, линии. Но с другой стороны, это еще и та самая метафизическая история. И когда мы говорим об авангарде, мы видим, что в нем реализуется идея синтеза. На самом деле идея синтеза, или так называемая гизам-кунстверка, она была транслирована еще в искусстве XIX века в Европе. Уже Вагнер говорит об этом. Действительно, вторая половина XIX века и первая половина XX века — это время, когда идут активные поиски новой синтетической формы. Более не должно существовать отдельно живописи, скульптуры, музыки. Все формы искусства должны быть объединены воедино. Этому способствуют и новые технологии, которые появляются. Но все же, каким образом эта синтетическая составляющая появляется в русском авангарде? Мы видим в действительности, что те произведения, которые создают Кандинский, Лорионов, Гончарова, они синтетичны по своей природе. Это всегда некая плоскость, насыщенная цветом. Это всегда некая метафизическая составляющая, сокрытая в ней. И мы уже в полотнах Кандинского видим эту метафизичность не только буквально, мы практически ее слышим. И вот эта синтетическая природа иконы как бы вкрапляется в пространство живописного авангардного полотна. Казимир Малевич, прежде чем даже говорить о черном квадрате, работе, которая до сих пор вызывает множество вопросов, стоит напомнить, что еще в 1910 году он создает целую серию так называемых крестьян. Их образы узнаваемые, они напоминают иконические образы. Это плоскостные фигуры, их жесты напоминают жесты фигур на иконах. Мы понимаем, что в этой серии он следует традиции иконического изображения. И это удивительно, потому что он предлагает нам совершенно другую форму, совершенно другую интерпретацию. И при этом все равно обращает наше внимание на цвета. Пока еще обращает внимание на цвета, и это важно. Хотелось бы отметить, что еще в 18-19 веке не существовало определенно четкого канона, как должна быть исполнена икона. Было понятно, что это должно быть определенное изображение, есть определенные каноны отображения того или иного костюма, той или иной атрибутики. Но не было строгого, четкого, прописанного регламента исполнения иконы. И мы видим эту новую интерпретацию в работах авангардистов. Любопытно, что Малевич переходит от этих еще понятных нам форм к своему супрематическому эксперименту и предлагает нам черный квадрат в качестве иконы. Он вешает его на выставке 010 в тот самый красный угол. Напомню, что красный угол — это пространство, в котором всегда располагались иконы в обычном доме в России. И здесь что мы с вами видим? Мы видим, что икона нового мира, икона технологического мира выглядит иначе. Она предполагает нам отсутствие образа как такового, что, в принципе, наверное, не свойственно классической иконе, но при этом говорит о чем-то большем, о том самом инобытии, о котором говорили иконописцы XIII, XIV, XV века. Мы видим, как Малевич интерпретирует икону в совершенно другом ключе. Он показывает нам ее внутреннюю содержательную сторону, намеренно уводя от образной узнаваемой нами структуры. Он пишет в своих воспоминаниях. Хватит копировать окружающий мир. Он отказывается от этой образности именно для того, чтобы освободить наше с вами сознание, сознание зрителя, и дает нам эту новую икону, икону нового мира. Похожей традицией следует Василий Кандинский. Он не отрицает в своих письмах влияние иконы на художественный метод. Он неоднократно это подчеркивает и говорит, что если бы он не знал икону, то не смог бы перейти в это новое абстрактное письмо. Потому что именно икона в ее двойственности, в образности и в трансцендентности позволяет ему отказаться от реалистической живописи и перейти в абстракцию. Он создает большое количество различных работ. Его симфонические композиции так или иначе напоминают нам о евангелических сюжетах. А фигуры, которые иногда появляются в его работах, четко повторяют иконографию икон известных. Этой же традицией следует Кузьма Петров-Воткин. Та самая известная картина «Купание красного коня». Казалось бы, что здесь общего с иконой? Но есть несколько очень важных аспектов, которые следует здесь выделить. Во-первых, разговор о цвете. Опять тот самый разговор о цвете настоящей русской иконы, который был открыт только в начале XX века. Во-вторых, это четкое следование образности иконы. Узнаваемая фигура Георгия Победоносца, побеждающего змея. Вот она явлена на этой картине. Но красный цвет – это уже, конечно, отсылка к революционной составляющей. Мы понимаем, что это веяние или дух нового времени. Еще один пример, который я хотела бы привести – это пример Полотин Павла Филонова. Этот ленинградский художник очень известен, и надо отдать ему должное, он разрабатывает свой собственный метод геометрической абстракции. Его метод получает название «аналитическая живопись». Само название подсказывает нам, что здесь больше не эмоции, но аналитика. Сам Филонов говорит, представьте себе, что вы скачете на лошади и подъезжаете к трактиру. Вы привязываете лошадь, спускаетесь и заходите в трактир. И дальше вы, как художник, должны показать эту самую лошадь с точки зрения, с которой вы бы видели ее, будучи наездником. Но ведь этот предмет, точнее этот объект, эта лошадь, она, видимо, не только ее наезднику. Она обладает объемом, ее видят муха, пролетающая над этой лошадью, женщина, которая едет в бричке мимо. И все эти точки зрения сходятся на полотнах Филонова в единое пространство. Такая попытка передать в двухмерной картине некий объемный предмет. Каким образом это можно сделать? Филонов находит свою собственную интерпретацию. Впрочем, эта интерпретация отчасти напоминает нам слова Поля Сезанна «Трактуйте форму посредством куба, шара и пролепипеда». Но продолжая разговор об иконическом в творчестве Филонова, напомню еще раз, что Филонов был глубоко верующим человеком. Он хорошо представлял и знал, что такое икона, как она создается. В своем творчестве он неоднократно воссоздает эти иконические образы, создает иконы. Мы узнаем в его работах евангелические сюжеты. Вот уже святое семейство. Или вот, пожалуйста, образ Богоматери явлен нам, но каким образом? Образом аналитической живописи, где пространство трактовано посредством пересекающихся плоскостей. Его работа похожа на ребусы. Здесь множество различных символических форм, сокрытые в этой изрезанной плоскостной структуре. Но они узнаваемы. И мы видим также, что здесь разговор идет о чем-то большем, чем только о форме и чем только об интерпретации евангелического сюжета. Здесь разговор о вот той самой трансцендентной составляющей иконы, о которой активно говорят еще с конца 19 века. Но движемся дальше. Напомню, что Советский Союз – это время, которое обычно соотносится с иконоборчеством. Но давайте посмотрим. На самом деле это было так. Мы видим, что в 1932 году Максим Горький объявляет соцреализм не стилем, но методом. И понимаем, что действительно, начиная с этого времени, все искусство, вся живописная школа говорит прежде всего о той реальности, в которой мы находимся, и, возможно, говорит в несколько возвышенном стиле. Сама иконопись в этот период продолжает развиваться и во многом благодаря сподвижникам. Известны мастера иконописи, которые продолжают развивать этот образ, образ иконы, образ русской иконы и возвращают нас к тем традициям XIII и XIV века, которые были на долгий период времени утрачены. К сожалению, это не становится общим направлением. И до 1956 года, до периода, когда начинается оттепель, икона не обретает самостоятельного значения. Она существует где-то на периферии. Но в то же время, после 50-х годов, после середины 50-х годов, мы видим, что интерес к цвету, интерес к самой иконе возвращается. Появляется целый ряд исследований, которые посвящены как раз иконе. Единственное «но» — это то, что икона здесь называется древнегреческой живописью в силу определенных условий идеологической политики. Однако же активного возвращения к сюжетам, евангелическим сюжетам в этот период не происходит. Скорее, мы можем говорить о том, что идет изучение иконы, изучение цвета, изучение ее структуры. Но уже к концу 80-х и начало 90-х, к тому моменту, когда распадается Советский Союз, мы видим возвращение иконы и ее новое прочтение. Посмотрим. 90-е годы, 90-е годы XX века — это время довольно спорное. Это время акционизма, это время переживания нового политического устройства, это время распада прошлого мира. И именно к иконе идет возврат, идет возврат к идеям иконического изображения. Казалось бы, акционизм и икона. Но на самом деле мы говорим о том, что те акции, которые появляются в 90-х годах, так или иначе носят определенные отсылки к иконическим сюжетам. Но большего и расцвета икона достигает к концу 90-х годов и начала 2000-х. В это время развивается большое количество новых технологий. И вот уже художники следуют этому новому веянию и создают работы в русле нового течения. В частности, приведу вам пример работы Константина Худякова. Он создает так называемое предстояние — огромный иконостас, созданный в технологически новой манере, с использованием целого ряда фотографических изображений, синтезированных в единую картинку. Что мы здесь видим? Мы видим здесь отсылку к иконостасу. Напомню, что иконостас, в том виде, в котором мы, как носители русской православной культуры, привыкли его видеть, появляется именно в России. В действительности огромный иконостас, большое количество изображений, разделенных между собой перегородками — это характерная для русской культуры практика конца XIV-XV века. И в этом ее уникальность. И вот уже Худяков в XXI веке создает так называемый цифровой иконостас. Мы видим эти новые технологии и новую интерпретацию образа. Но мы по-прежнему видим, как этот образ интерпретируется с позиции художников XIX века. Ведь помните, мы говорили об особом психологизме, который явлен у Крамского, у Ге. Мы видели того самого настоящего человека, Иисуса, который прошел жизнь здесь, на земле. И вот мы уже видим этот психологизм в работах Худякова. Как интересно проследить это изменение отношения к иконе за последние 200 лет. Мы видим, как осциллирует это отношение. Оно движется от полиса глубокого психологизма к чистой форме, к живописной манере. И обратно снова к психологизму, и снова к поиску цвета или нового языка. В чем особенность этой новой иконы нового времени? Мы не знаем. Мы не можем ответить на этот вопрос. Скорее всего, мы можем только наблюдать. Но, вспоминая начало XX века, мы можем привести в пример слова Матисса, который был восхищен иконой. Он был восхищен ее живописностью. Не психологизмом, но живописностью. Между прочим, икона была интересна многим западным художникам и мастерам. Можно вспомнить опыт Гёте, который увидел иконы, выполненные мастерами Палиха. Иконы, которые произвели на него невероятное впечатление. Произвели впечатление настолько, что он обратился к Владимирскому губернатору, поскольку он хотел узнать побольше об этих иконах. И две иконы даже были посланы ему в ответ. К сожалению, нет сведений, что они дошли до него, но этот интерес очень любопытен. Мы видим, как параллельно развивается русская культура и европейская, как схожи некоторые их поиски. И не только в период авангарда, но и в XIX веке, когда идеи, которые транслировали Штраус и Ренан, как раз очень хорошо были отражены в работах Крамского, Ге, уже упомянутых мной сегодня. Мы видим эту закольцованность, возвращение иконического образа в культуру. И явлена эта культура не только в живописных практиках. Мы видим, что активно икону обсуждают Анна Ахматова. Эпиграф, с которого мы начали, это слова Максимилиана Волошина, и это стихотворение «Хвала Богоматери». Это возвращение к иконическому образу и евангелическому сюжету. Возвращение, которое так уместно в период больших изменений социальных, культурных, где лежит та самая национальная русская идентичность. И когда мы отвечаем, что она находится в иконе, мы предполагаем, что здесь есть несколько очень важных направлений. Это и разговор о трансцендентном составляющем, и о той самой пресловутой соборности, о которой говорят наши философы, и самое важное в отношении к этому живописному полю, которая транслирует нам идей метафизического мира. Тема нашего разговора посвящена иконе и русскому искусству. Обратите внимание, сама формулировка говорит нам не о иконе в русском искусстве, но о том, как икона поменяла взгляд художников, поэтов, писателей на само художественное произведение. Здесь разговор не столько и не только о религиозном сознании, сколько об отношении, в том числе к живописной форме, сколько рассказ о евангелических и не только сюжетах, а некой интерпретации. Это новый взгляд на человека, представителя русской культуры, через призму иконы, иконического изображения. Иконы, которая стала символом русского искусства, начиная на самом деле уже с 13 века, и остается им до настоящего времени. На этом позвольте мне закончить. С вами была Валерия Берест и программа «Золотые лекции». Спасибо за внимание.